Добро пожаловать в пустыню реальности. Вообще, пишет она очень много чего любопытного и известного в довольно узких кругах, что первые автоматы изготовлялись уже в глубокой древности. Из легенд известны ходячие статуи Дедала в Афинах, летающий деревянный голубь Архита Тарентского и другие. Практического значения такие автоматы не имели, но оставаясь занимательными игрушками, они оказались своего рода предшественниками современных автоматов. Существенно повлияло на развитие автоматов изобретение часов с пружинным приводом, маятниковых часов, в которых впервые использовались принципы и отдельные механизмы, получившие впоследствии широкое применение в автоматах. Широко известны часы Страджбургского собора с двенадцатью движущимися фигурами и поющим петухом. Подобные часы в Любеке, Нюрнберге, Праге, Аламоуце и тому подобное. Впервые сведения об автоматах, мол, появились в начале нашей эры в работах Герона Александрийского «Пневматика и механика», где описаны автоматы, созданные самим Героном и его учителем Ктесибием. Пневмоавтомат для открытия дверей, храма, водяной орган, автомат для продажи святой воды и другое. Считается, что идеи Герона значительно опередили свой век и не нашли применения в эту эпоху. Я прерву вас и от себя скажу, ах, как удобно так списать вообще всю нахрен историю простой фразой. Ммм, не актуально. Едем дальше. В средние века значительное развитие получила имитационная андроидная механика, когда конструкторы-механики создавали ряд автоматов, подражающих отдельным действиям человека. И чтобы усилить впечатление, изобретатели придавали автоматам внешние сходства с человеком и называли их андроидами, то есть человекоподобными. В настоящее время подобные устройства называются роботами, в отличие от широко распространенных во всех сферах человеческой деятельности устройств автоматического управления, которые называются автоматами. В 13 веке немецкий философ, схоластый алхимик Альберт фон Больштадт построил робота для открывания и закрывания дверей. Весьма интересные андроиды были созданы в 18-18 веках. Прекрасный театр автоматов был создан в 18 веке русским механиком-самоучкой Кулибиным. Его театр, хранящийся в Эрмитаже, помещен в часах яичной фигуры. Особенную известность приобрели в 18 веке автомата Вакансона. Из Гренобля. И я не ругаюсь. Который он показывал в Париже в 1738 году. Человек, игравший на флейте на свиреле. Утка, принимавшая пищу. У царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце по разные стороны от трона стояла пара механических львов, способных копировать некоторые движения настоящих животных. В одном из чуланов под клетной кладовой Иван показал царевичу два львиных чучела. Он тот час узнал их, потому что видел часто в детстве. Поставленные во времена царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце подле престола царского, а не как живые, рыкали, двигали глазами, зияли устами. Медные туловища оклеены были под львиную стать бараньими кожами. Механика, издававшая львовое рыканье и приводившая в движение их пасти и очи, помещалась рядом в особом чулане, где устроен был стан с мехами и пружинами. Должно быть, для починки перевезли их в Кремлевский дворец и здесь, в кладовой среди хлама, забыли. Ну да, конечно. Пружины сломались, меха продырявились, шкуры облезли, из брюха висела гнилая мочала. И жалкими казались теперь грозные некогда львы российских самодержцев. Морды их полны были овечьей глупости. Механизмы рыкающих львов были изготовлены в 1673 году. Часовым мастером оружейной палаты Петром Высоцким. Широко известны часы павлин с фигурами птиц. Были приобретены Екатериной II. Сейчас их можно увидеть в Эрмитаже. Механизм сохранился в первоначальном виде, и его работу можно увидеть. Немецкий изобретатель XVIII века Фридрих фон Кнаус годы жизни 1724-1789 был создателем одной из первых автоматических пишущих машинок. Получилось сложное сооружение, которое выглядело эстетично. Машинку удерживали два бронзовых орла, а в ней находилась муза-богиня, которая и записывала текст. Рабочая система могла заставить автомат самочить ручку в чернильнице, чтобы иметь возможность писать. И также было предусмотрено переворот на новую страницу. Да и не будем забывать знаменитую сказку про трех толстяков Юрия Ореши, где у наследников Тутти была удивительная кукла Суок, которая могла и умела ходить, сидеть, стоять, улыбаться и танцевать, которая по сюжету была разбита в ходе восстания, и которую в итоге и подменила настоящая живая девочка-циркачка Суок. Как две капли воды, похожие на сломанную куклу. А слышали ли вы что-нибудь о роботах Аль-Джазари? Вряд ли. А ведь он явно заслуживает весьма пристального внимания. Абу Аль-Из Ибн Исмаил Ибн Аль-Разаз Аль-Джазари, или просто Аль-Джазари, механик-изобретатель, математик, астроном исламского возрождения государства династии Артукидов. В 1206 году написал трактат «Китаф-Фи-Марифат-Аль-Хиял-Аль-Хандасия» «Книга знаний о быстроумных механических устройствах», где описал конструкцию около 50 механизмов, в том числе часов, кодовых замков и роботов. Большая часть сведений об Аль-Джазари дошла до нас из его же трактата. Имя ученого происходит от названия местности Аль-Джазаира. Аль-Джазаира. Да, именно так. Расположенной в Междуречии. Как и его отец. Он служил главным инженером в резиденции в Эддиабакире при династии Артукидов. Он прославился как изобретатель диковинных механизмов, однако его интерес больше тяготел к ремесленному мастерству, чем к технологической стороне дела. А его работы основывались на опыте и ошибках, а не на теоретическом расчете. О как! Книга знаний о быстроумных механических устройствах пользовалась популярностью в те времена, так как была выпущена во многих копиях и описывала те механизмы, которые Аль-Джазари соорудил собственноручно. Часть из них базировалась на более ранних работах предшественников Аль-Джазари, братьев Бану Муса, в конструировании фонтанов, Аль-Сагани, в создании свечных часов, Хибаба Аль-Ибн Аль-Хусейна в создании музыкального автомата, многие другие механизмы Аль-Джазари, еще раз это имя прозвучит, и мне станет плохо, уникальны и не упоминаются в более ранних источниках. Именно Аль-Джазари, ну вот, мне плохо, изобрел столь важную механическую деталь, как коленчатый вал. Но это не точно. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъемные машины, водяные часы, фонтаны, музыкальные автоматы. Определенную известность приобрели и четыре человекоподобных робота, которые Аль-Джазари, ой, черт возьми, мне стало еще хуже, усадил в лодку и заставил играть на барабанах и цимбалах. Во время монарших вечеринок их обычно запускали в озеро, и те играли простую музыку. Одна система, задействованная в этих устройствах, использовала зажимы и кулачки, перемещенные в деревянный ящик в определенных местах, которые последовательно задействовали рычаги, которые в свою очередь управляли ударными инструментами. Также нашему дорогому Альке, чье имя меня уже достало, принадлежат такие технологические новшества, как ламинированные древесины и использование масштабных моделей, ученый делал их из бумаги, притирка движущихся частей с помощью корунда, металлические двери, кодовые замки, гибрид-компасы с универсальными солнечными часами для любых широт и так далее. Но дело здесь вот в чем. Любого настоящего исследователя всегда волнует вопрос истинности и подлинности предоставленных ему свидетельств. Наиболее проницательным давно ясно, что вся история буквально пропитана и заполнена ложью, и все доступные публике свидетельства давным-давно переписаны в рамках установленного нового мирового порядка. Переписано все или все же нет? Или не договорено? Это я уже от себя добавил. И как узнать точно, что было переписано, а что хотя бы частично оставлено в первозданном виде? Ответа на этот вопрос пока что нет. Но это у вас нет. Именно поэтому следует всегда сохранять определенный скептицизм до получения новых уточняющих или опровергающих доказательств. Ведь, к примеру, русские и не только сказки содержат по большей части не описания механических систем и агрегатов. Они полны магии и волшебства, чародейства, когда оживают каменные великаны, люди превращаются в соколов, волков и прочих зверей, когда волшебная палочка или джинн из лампы, или щука, или золотая рыбка исполняют любые желания, когда рог изобилия всегда полон сниди, как, впрочем, и скатерть самобранка. Ковер, самолет всегда готов к головокружительному полету, а сапоги-скороходы к скоростному забегу быстрее любого ветра. Плоды, которые лечат любые болезни и даруют бессмертие, кольца, позволяющие управлять целыми народами, шапки-невидимки, летучие корабли и прочее подобное, все это признаки цивилизации, очевидно, на много порядков, стоящий выше в своем развитии, чем штампующие, пусть даже очень качественных и симпатичных, но все же всего лишь механических болванов. Денис Шолохов Друзья, это из рубрики «Публикации от вас». Если у кого-то есть желание написать свою публикацию, или уже это делаете, и есть желание, чтобы я ее озвучил, свое расследование описать, так сказать, свое открытие, где это все сделать, ссылочка будет в описании. Это рубрика для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова